Спаривание кроликов. Спаривание кроликов позволяет увеличить поголовье и получить здоровое потомство для собственного домашнего хозяйства. Однако для этого надо уметь не только правильно подбирать сроки, но и готовить будущих производителей. Ведь именно от этого зависит жизнеспособность будущего молодняка и его товарные показатели. Рациональное ведение хозяйства позволяет не только обеспечивать собственные потребности в мясе, но и получать денежную прибыль от реализации излишков, шкурок и молодняка. Получение потомства от собственных кроликов не только снижает расходы на закупку новых животных, но и минимизирует риск занесения заболеваний. Ухаживать за кроликами не так сложно, поэтому справиться с задачей под силу даже начинающему фермеру. Когда спаривать кроликов? Как спариваются кролики и в какие сроки это происходит? Все зависит от вида и породы животного. Некоторые самки готовы к оплодотворению уже через 4 месяца после появления на свет. У самцов этот период занимает около полугода. Внимание! Декоративные мелкие породы кроликов готовы к оплодотворению немного раньше своих крупных мясных сородичей. Разница составляет пару недель. Случка домашних кроликов должна производиться в определенное время. Готовность животного для данной процедуры определяет по ряду признаков. Самка резко изменяет свое поведение, становится нервной, мещится по клетке и переносит сено из одного угла клетки в другой. Также изменяется внешний вид половых органов крольчихи. Ее петля приобретает розовый окрас, увеличивается в размере. Размножение домашних кроликов стоит производить только от здоровых родителей. Если животное имеет какие-либо отклонения или у хозяина возникли сомнения по поводу его здоровья, то процесс спаривания лучше отложить до следующего раза. Случка домашних кроликов размножать кроликов можно в течение всего года. При этом в летний период способность к оплодотворению яйцеклетки у крольчих активизируется каждую неделю, в зимний период сроки затягиваются до 9 дней. После завершения процесса первой линьки самки кроликов готовы к воспроизводству потомства. Спаривание домашних кроликов в домашних условиях для начинающих предусматривает, что животные должны к этому моменту достигнуть половой зрелости. Самец оказывается готовый размножиться только после второй линьки. Опытные хозяева рекомендуют составлять цикл случек таким образом, чтобы за год на одну самку приходилось не более 3-4 окровов. В противном случае ее организм сильно истощается, плодовитость со временем значительно падает. Внимание! Нельзя случать животных ранее 6-месячного возраста, поскольку до этого момента их организм еще растет и развивается. Специалисты не рекомендуют проводить процесс случки во время линьки, поскольку организм кроликов находится не в наилучшем состоянии для зачатия потомства. Спустя сутки после окрола самка оказывается готова к повторному оплодотворению. Как отличить кроли от крольчихи? Как размножаются домашние кролики, знают даже неопытные фермеры. О том, как отличить самку от самца, требует уточнить подробнее. Ведь процедура определения пола важна не только для размножения, но и для того, чтобы иметь возможность безопасно выращивать своих питомцев. Если своевременно не разделить особей, имеющих разные полуподдельным клеткам, то самцы могут устраивать серьезные бои за крольчих и наносить друг другу травмы. У самцов кролика явно просматриваются наружные половые органы. Однако определить их получится не ранее, чем через месяц после рождения. Кроме того, у мужских особей яички опускаются в мошонку только к трехмесячному возрасту при сильном испуге и могут обратно втянуться в брюшную полость. Внимание! Если фермер приобретает породистого молодого крольчонка для дальнейшего размножения, то надо сразу получить заключение ветеринара. Об отсутствии патологии половой системы. Половое созревание домашних кроликов происходит достаточно рано. К этому времени уже надо определиться с половой принадлежностью молодняка и распределить его по отдельным клеткам. Кроликов переворачивают на спину и пальцами осторожно сдвигают кожу в направлении анального отверстия. У самок при этом становится видна петля, у самцов выходит на поверхность пенос по форме похожей на конус. Особенности выбора партнеров Половозрелость домашних кроликов еще не является решающим фактором для того, чтобы случать партнеров и получать от них потомство. К этому вопросу надо подходить более тщательно. Здоровое поколение невозможно получить от близких родственников, поэтому на племя оставляют только кроликов от разных родительских линий. Для особей, которых планируется оставлять для получения приплода, рекомендуется фиксировать такие данные. Дата рождения, кличка, порода. Родителей, дата случки, дата крола, количество невыживших крольчат приплоде. Размножение кроликов производят только от лучших особей. При племенном разведении важно, чтобы оба партнера отвечали стандартам породы. Выбраковка будет давать лишь беспородный молодняк. На момент спаривания масса кроликов должна быть около 3 кг. Если у самки она превышает этот показатель, то ей окажется сложнее беременеть. Оба зверька перед тем, как совершать половой акт, должны быть осмотрены на предмет наличия заболеваний. Размножение кроликов помимо всего этого, отобранные для размножения кролики должны отличаться хорошей плодовитостью, половой активностью и родительским инстинктом. Как подготовить животных, как сношаются домашние кролики, видели многие владельцы ферм, поэтому они с уверенностью могут порекомендовать обезопасить клетку. На период с лучки убрать все посторонние и острые предметы. Животные могут очень быстро бегать и совершать маневры на ограниченной территории, поэтому любая помеха или опасный предмет провоцирует травмы. За неделю до того, когда домашние кролики начинают спариваться, их переводят на специальное питание с повышенным содержанием витаминов и минералов. Хороший рацион компенсирует будущие потери организма животного на вынашивание и вскармливание потомства. Зимой целесообразно поставить лампы и увеличить таким образом протяженность светового дня. Технологии спаривания. Как правильно случать домашних кроликов, чтобы получить здоровое потомство? Летом для случки выбирают раннее утро или вечер, зимой – средину дня. Самку подселяют в клетку к самцу. Внимание! Опытному самцу подсаживают молодую крольчиху, молодому кролю – опытную взрослую самку. Если животное находится в охоте, то сразу же охотно подпустят к себе самца. Спаривание продолжается на протяжении нескольких секунд. После семи извержения кроль склонен пищать и падать на бок, в этом нет ничего страшного. Спустя пять дней проводят контроль на спаривание. Однако в этой процедуре есть некоторый риск. Если во время предыдущей случки зачатие удалось только в одном из рогов матки, то во второй раз может произойти повторное оплодотворение. Крольчатка, от которого почти не имеют шансов выжить. Сроки оплодотворения Самки кроликов способны забеременеть уже в возрасте четырех месяцев. У самцов половая зрелость происходит немного позже. При первых признаках проявления у крольчихи половой охоты ее можно подпускать половозрелому самцу. Первый раз случку самок производят после того, как животное проведет первую линьку. Самцы могут плодиться только после второй линьки. Чтобы потомство получилось здоровым, его качество было на высоком товарном уровне. Опытные хозяева рекомендуют проводить первое спаривание в возрасте полугода. До этого крольчонок еще и сам не сформировался и не готов к дополнительным нагрузкам на свой организм. Спустя один-трое суток после окрола у самки может наступать новая готовность к спариванию. Период охоты длится до пяти дней. Считается, что зима немного замедляет процессы половой активности кроликов, поэтому могут быть некоторые отклонения от указанных сроков. Внимание! Если окрол самки планируется в холодное время года, то на клетках следует делать утепление. Если выращивание животных производится в условиях специальных ям, то надо обеспечить индивидуальную защиту крольчихи и будущего потомства. Если крольчиха не подпускает кроля. Не всем бывает понятно, почему половозрелая крольчиха не подпускает крола. Самка бывает склонна к агрессии, в этом случае ее рекомендуется сразу же отсадить. Повторную случку проводят утром либо вечером следующего дня. Если взаимности так и не последует, то придется выбирать другого партнера. Иногда спаривание у кроликов мешает посторонние шумы. Они не могут сосредоточиться, потому ведут себя настороженно, немного испуганно. Именно поэтому вязка домашних кроликов должна происходить в спокойной обстановке. Как определить беременность? Если хозяин решил спаривать своих кроликов, то неплохо научиться определять сукрольные санки, чтобы достоверно знать, когда может появиться приплод. Самый быстрый способ – это через пару недель после случки расположить крольчиху головой к себе, одной рукой придерживая захолку. Второй – аккуратно прощупать нижнюю часть животика. Оплодотворенная матка в этот период представляет овальное уплотнение, находящееся вблизи таза. Как определить беременность? Поведение беременной санки в клетке становится спокойным, аппетит животного улучшается. Повторно спариться и покрывать себя при контрольной случке крольчиха уже не даст. К хозяину она относится с большой настороженностью. Сколько будет длиться период вынашивания потомства, существенно зависит от количества крольчат в утробе. Средний срок составляет один месяц, однако чем больше детенышей родится, тем меньше срок вынашивания. До того как появятся детеныши кроличьи домик лучше держать в максимальном покое. Ни в коем случае нельзя допускать появление сквозняков, повышение влажности. Крольчихе потребуется усиленное питание с содержанием сочных кормов. Постоянно в клетке должна находиться вода. Домашнее кролиководство очень увлекательно и полезно. Даже небольшая ферма может обеспечить семью диетическим мясом и мехом от продажи молодняк или тушек получает в рибль. Особо азартные хозяева не ставят конечной целью одно лишь разведение, делают эксперименты, проводят склещивание своих кроликов и даже выводят новые породы. Однако склещивать животных надо умело и осторожно предварительно пройдя теоретическую подготовку. В противном случае можно получить больной молодняк с нежелательным набором генетических признаков, который впоследствии окажется нежизнеспособным. О том, в каком возрасте можно спаривать молодых кроликов, было сказано в данной статье. Несложно посчитать, что за год из пары взрослых особей можно развести небольшой кролиководческое хозяйство, поэтому заниматься разведением. У шастых питомцев выгодно. У шастых питомцев